Кирилл Чельников, один из ведущих промоутеров России и Восточной Европы. Сегодня его подопечный, чемпион мира WBO Дмитрий Пирог, одержал победу в третьей защите своего титула, победив по очкам в 12 раундах на Ухире Ишиду. Ну, ваш подпечный разгромно выиграл сегодня, все вы все видели. Первые два раунда при стрелке, потом издевательство сплошное прошло уже над президентом. Как вы оцените выступление? Ждали примерно такого? Такого разгрома? Мы не ждали, мы надеялись на такое. Но на самом деле этап подготовки, вы, наверное, все знаете, он был очень короток, очень длинный, очень тяжелый. Сейчас можно сказать уже серьезно, против нас боролись очень серьезные силы, не давали нам очень длительное время решения на чемпионский бой. У этого боя есть очень много всяких, всяких, ну, каких-то подводных камней, на которые я на сегодняшний момент, наверное, говорить не буду. Но это был один из самых трудных боев, которые нам... По организации. В организации, по всему, очень скоротечный. И у Димы очень мало времени были под боковку, на подготовку. Нам надо было обязательно провести этот бой для того, чтобы защититься при дальнейшем. И очень я рад, что Дима так достойно, опять как всегда, настолько серьезно, с таким запасом победил такого сильного боксера, который сегодня сегодня предстоял. Это очень... Ишида очень сильный профессиональный боксер. В дальнейшем известно, что в планах Дмитрия Пирога, он сам об этом аккуратно говорил, и вы говорили, что объединенный бой с Даниэлем Гиллом, который владеет также меровым титулом IBF в этой же весовой категории. Была информация, что бой этот возможен в августе в США. Как на данный момент, какая ситуация? На сегодняшний момент я имею, я могу сказать, уже на руках контракт с Гиллом, HBO, контракт против Гилла на 25 августа. Ну или шелтайно? Давайте все какие-то HBO. Но все какие-то вещи я, как всегда, буду говорить после того, когда у меня будет какая-нибудь более точная информация. Так что вы не обижайтесь, мы просто не хотим говорить того, о чем еще только мечтаем. А вообще у нас есть очень... Мы ведем очень большие и тяжелые переговоры практически со всеми ведущими боксерами средневесными. Так, с чем связана вот эта тяжесть, ну, организация этого поединка? Ну, очень короткий срок, очень короткий срок, очень мало времени. Я имею в виду, там переговоры, вот переговорный процесс, вот это интересно. Ну, неужели вам это интересно, правда, да? Интересно. Мы же боксерское издание. Ну, очень просто, друзья. Собирается уйти объединительный бой в Америке. И, конечно, все, наверное, люди, которые не заинтересованы в дмитрии победе в Америке, наверное, на сегодняшний момент нам противостоят. Так что надо понимать, что это не очень просто, да вообще не очень просто бои такого уровня сделать. Я не знаю, кто это делал вообще, ну, у нас в свое время. Так что у нас как бы есть большие задумки, большие дела, которые мы попробуем воплотить в жизнь. Будем работать дальше. На сегодняшний момент пока все хорошо. Ну, через три дня во Франции, Париже Максим Бурсак и Хасан Дамджикам спорят временного чемпиона в этой же версии, в этом же весе. Как случилось так, что разыгрывается этот титул? Решить я не буду, если можно комментировать этот вопрос, потому что я ничего хорошего по этому поводу сказать не могу, а плохое мне говорить бы не хотелось. Хорошо. Как думаете, кто выиграет? Я думаю, Джекам. Джекам выиграет, да? Да. С явным преимуществом. По очкам разгромно или досрочно? Наверное, по очкам. А может, я разгромно. Не буду сейчас говорить, не знаю. Но выиграет 100% Джекам. Это мое личное. Я не знаю. Все, большое спасибо. Это был Кирилл Пчельников, промоутер Дмитрия Пирога, организатор сегодняшнего шоу. Кирилл, забыл один вопрос, конечно же, украинское мое здание. Нам интересно. Глазков Вячеслав, у вас еще один подопечный. Да, я иди. Совсем забыл за главным боем. Да, да, да. Как вам его сегодняшний перформанс? Я не видел его, к сожалению, но мне рассказали прекрасно, как и хотели мы. Это было небольшое еще то вступение к Славину, к поднятию в рейтингах всего остального. Я думаю, что в скором времени вы увидите уже серьезные бои, Вячеслава. Сейчас мы немножко еще сделаем. Наверное, поедем в Америку съездим, а потом сделаем серьезные бои. Спарринги или проводить? Бои, бои. Причем, какие спарринги? Я хотел бы делать Славе хотя бы 6 боев в год. Да, ну, кстати, ваша подопечная в Америке, там Максим Гласов, да, если я не ошибаюсь? Ну, не в Америке, почему? Ну, в смысле, которая регулярно боксирует. Максим Гласов, да. А Дмитрий Руслан Проводников? Нет, не мой, это боксер Герман Кириллов. А, я понял, я понял. Тогда... Давай, Сахай. Всего доброго. Всего хорошего, спасибо большое, до свидания. Это был Кирилл Пчельников для «Бокс-Ньюс Комни».